С нового года Министерством здравоохранения России было принято постановление об изменении некоторых пунктов в работе службы скорой помощи. Во-первых, уточнены критерии оказания экстренной и неотложной скорой медицинской помощи. Наверное, стоит сделать акцент на то, что скорая и неотложка – понятия абсолютно разные. При звонке по номеру 03 вам необходимо будет внести ясность в ситуацию. А именно, в случае поступления вызова скорой в неотложной форме на него отреагирует ближайшая свободная бригада. Есть понятие такое скорая и есть понятие неотложной помощи. Так скорая помощь – это действительно должна по жизненным показаниям выезжать. А неотложная помощь – это то, что, допустим, обострение повысилось давление, какое-то ухудшение у хронических больных наступило. Это не впервые, это им известная ситуация, но они тоже требуют помощи и не могут, может быть, ждать участкового врача, когда придет. Во-вторых, уточнены состав и профиль бригад скорой медицинской помощи. С января специализированную бригаду должна вызывать общепрофильная бригада в случаях, когда состояние пациента требует использования специальных методов и сложных медицинских технологий, выполняя на месте до ее прибытия максимально возможный объем медицинской помощи собственными силами и средствами. Конечно, специализированная бригада может быть направлена больному и сразу после поступления вызова. Решение об этом должны принять фельдшер или медсестра по приему вызовов. Что касается провинции, то здесь проблемы одни и те же. Получается так, что очень много врачей скорой помощи уезжают у нас в Москву. Также в новом уставе изменены стандарты оборудования карет и станций скорой медицинской помощи, уточнены правила эвакуации пациента, изменены критерии учреждения станций скорой помощи, а также детально прописаны поводы, по которым вы сможете вызвать машину с врачами.